Меня зовут Михаил, наверное, переходя к своей теме выступления, нужно сделать какую-то логическую связку между тем, о чем рассказываю сейчас, и тем, о чем буду я рассказывать. Я бы хотел к Алёниным словам добавить, что очень многие, на самом деле, идя в какой-то поход или даже организовывая себе какую-то поездку за грибами, ну, по факту занимаются дилетантизмом. Они относятся к лесу как к своему прогулочному дворику, что ли, назовем это так. Хотя лес, это и даже близко не та территория, которая является таковой, это территория не та, где хозяйничает человек. Соответственно, и относиться к ней нужно тоже с пониманием. Никто же, например, не садится за руль автомобиля, не научившись им управлять, согласитесь. И как правильно ходить в лес, тоже нужно учиться читать карты, учиться пользоваться навигаторами, компасами. Ну, можно приплюсовать сюда еще множество других навыков, типа умения оказания первой помощи, ну и так далее. То есть это я к тому, что во всем нужен нормальный, здравый, рациональный подход и не занятие вот каким-то дилетантизмом, не какая-то самонадеянность, что ли. Потому что что происходит при подобной самонадеятельности, сейчас, к сожалению, придется об этом сказать. Сейчас будет несколько грустных достаточно картинок сперва. Так, мне надо как-то так встать, чтобы тоже видеть, что происходит. Я не мешаю никому, нет. Значит, мы с Аленой коллеги по данному проекту, который называется «Стрелки. Выход из леса». Еще вот там сидят другие наши коллеги тоже. Что это такое? Ну, наверное, что-то можно понять из эмблемы, на которой написаны какие-то слова. Так, какой бы знак делать так, чтобы там дальше чем-то себе встать? Ну, собственно, вот, грусть-то ситуации в том, что если пропадает кто-то в лесу, и если даже выезжает МЧС, если выезжает добровольный спасатель и много кто еще, на самом деле это далеко не гарантия того, что человека спасут, найдут и так далее. На самом деле шансов там, так сказать, на четвертый или на пятый день найти человека часто бывает, ну, один к тысяче или один к миллиону даже. То есть это так не работает, что вы позвонили там в 112, 112, приехало и вас спасло. То есть, так сказать, этого может и не произойти. Например, дальше можно? Вот история одной из наших поисковых операций. Намеренно не буду называть никакие фамилии, не озвучивать никакие географические привязки, но вот карта местности, вот красной точкой вы видите предполагаемую точку входа человека в лес. Рядом с этой красной точкой находится небольшая деревенька. Вот были бы интересны ваши предположения, даже хотя бы из серии там «Пальцем в небо», что ли, где в итоге этого человека, этого грибника нашли? Масштаб какой? Ну вот, если от этой красной точки чертить линию до реки, которая в левом краю карты, это, ну, 25-30 километров где-то, так, для понимания. А какое время он ушел? Четвертый-пятый день. Офигеть! Я сразу скажу, что это на самом деле история успешного поиска. Дома сидел. Понятный вариант, но нет, все помни, так? Какой звук. Рядышком еще какие варианты? А вторая красная точка, где вы нашли? Нет, это красная точка, где написано предполагаемая точка входа. А, то есть где предполагаемая? Нет, вот, на карте, вот, это самое красное точка есть. Вот, нет, это просто, нет леса, да, это вырубки могут быть какие-то. И вас, скорее всего, нашли где-то прям совсем рядом. Вариант, другие варианты еще будут, но просто интересно, на самом деле у кого действительно предположение? Можно реки? А, то есть как сюда ушел, а может, если бы у меня есть клиник, Ну, хорошо, я чуть позже скажу, где в итоге он был найден, а что произошло. Как видите, даже глядя на вот это вот все, то есть мы понимаем, пятый день или четвертый, я уж, честно говоря, немножко не помню, какой был день. Вот. Даже вот так вот оцениваем, мы совершенно не понимаем, где вот он вообще быть может. Вон там сколько, радиус 25-30 километров леса, и как его в этом лесу найти? Можно дальше? А вот это очень, на самом деле, грустная картинка с другого поиска. Как вы думаете, что вы здесь видите? И красные линии, и красные линии, и линии, где прочесали. Да. На самом деле, чтобы ее хорошо высмотреть, ну, надо как-то там напротив нее встать, что ли. То есть видно, что куча участков прочесывалась даже не по разуму. Вот это вот наслоение и переплетение треков поисковых групп. Да, расстояние между проходами одного человека до другого 30 метров. Цепочка из пяти человек зачесывается лесной квадрат. Синий то же самое означает, просто чуть позже, чем красный. И синий, и красный обозначают одно и то же. Это треки наших добровольных спасателей по прочесу данной местности. А грусть этой истории заключается в том, что с ее момента прошло полтора года, а человек найден так и не был. Несмотря на всю ту картинку, которую вы видите здесь. Даже тело не нашли. Даже тело не нашли. До сих пор числится без вести пропавшим. Может быть, было не так, да. А теперь просто представьте, какое количество человеческих ресурсов было на вот эту вот всю операцию затрачено. Это площадь какая-то? Ну вот, можно тут... Километр 3 на 4 примерно. Да, километр 3 на 4, не больше. Всего-то навсего. Очень мало. Да, это очень мало. А на каждую прочесанную группу нужно минимум пять человек. Нужен минимум один навигатор, один компас. Из этих пяти человек должен быть один умеющий. Этим всем пользоваться, командовать людьми, громко орать, там, говорить, указывать им, когда остальные добровольцы, которые, как правило, даже просто хорошие люди или родственники, там, что-то не то делают и так далее. Почему? Может быть, но это просто... Координатор поисково-спасательной операции посчитал, что это наиболее вероятная зона поиска. А может быть, все что угодно, да. Никто ничего не гарантирует на самом деле. Раз человек не найден, значит... А, возможно, я прослушала, а сколько человек в поисковой команде? Напрочел с одного квадрата пять человек. На самом деле, это был резонансный поиск, там и Росгвардии, и полиции, и МЧС, и кто только не участвовал на протяжении месяцев, наверное, полутора, если это просуммировать все временные составляющие. И здесь далеко не все треки даже есть, кстати говоря. Не у всех, потому что было навигационное оборудование, которое позволяет их писать. Но оно есть у нас, а у родственников его, как правило, нет. Вот, а теперь дальше. Вот, собственно, иллюстрация предыдущего поиска. Не дошел. До дороги нет. На самом деле, в конце вот этого красного отрезка, озера, его просто, ну, отсюда, скорее всего, не видно на этом экране. Вот. То есть, какие предположения-то у вас были насчет того, кто где находится? То есть, а вот по факту вышло так, как вышло. И обнаружен он был на шестой день совершенно даже не нами, а просто какими-то грибниками, которые тоже, ну, так, совпало, что они на это озеро пошли за грибами там, или просто отдохнуть. То есть, несмотря на то, что исход этого поиска положительный, по факту никто из нас себе заслугу поставить этот поиск не может. Потому что даже мы предположить не могли, что он пройдет вот эти 20 километров, это человеку 60 лет, и где-то у озера упадет. Человек, который 5 дней находится в Суфе, почему он может переехать или еще что-нибудь? Нет воду из-за души, что его запасы на месяц хватает? Что может случиться? Ну, во-первых, дикие животные, никто их не отменял. Во-вторых, человеку 65 лет, поскольку я помню. А это как бы не 25, это немножечко постарше. Ночное переохлаждение чаще всего. Переохлаждение ночью, да. Какие-то специфические заболевания. То есть, на самом деле, мы уже там, честно сказать, мало на что надеялись. Мы ближайшие какие-то квадраты вот к этой предполагаемой точке входа проработали, но совершенно не в ближайших квадратах он нашелся. И тогда мы... Можно дальше? Это эффект, мне кажется. Страх, по-моему, чего-то... Вот, но обратите внимание на одно обстоятельство. То есть, он был найден у озера. Ну, он там уже найден был лежачим. И, видимо, так сказать, он шел на какой-то просвет, думал, что там что-то будет. Там ничего не оказалось, кроме озера. Он обессилен и просто лег на землю. И, наверное, готов был уже встретить свой последний час. Но тут интересен другой вопрос. То есть, помимо тех, что озвучены вот там на слайде, а как он вообще сумел туда попасть? Ваши предположения, кстати, тоже были еще раз. То есть, это же что-то, с одной стороны, нереальное, что тут именно на конкретное озеро взял и вот... За 25 километров прошел. А если мыслите, то он немножко попроще. Сухое дерево. Просвет самый простой. Еще? Еще. Нет, если вернуть сейчас вот эту предыдущую картинку, то можно увидеть, сколько там вокруг болот всевозможных. И, ага, поверьте на слово, что там их много. А если проще рассуждать все-таки? Как проще идти по лесу? Почаще или по дорогам, по тропинкам? Как проще идти? Ваш на выруска, по джемпу. Что? От продления электропередач выросли. От продления электропередач, тропинки. Вот все, что видимое, почему идти проще, человек старается, соответственно, через какое-то иное время идти именно по этим линейным ориентирам, потому что, во-первых, ру проще, во-вторых, мне кажется, что все-таки он куда-то выйдет. Даже по противопожарному руку, который ведет из никуда в никуда. Да, который просто бесконечен очень часто. Ну, собственно, да. Вот мы пришли к тому термину, который на нашем профессиональном языке называется линейный ориентир. То есть, линейное слово «линия» ориентир понятно от какого. То есть, это может быть дорога, ручей, просека лесная, противопожарный ров, что-то еще. И на самом деле, анализируя вот эту вот ситуацию, то есть, если сейчас удалить вот эту вот красную линию с карты, то там на самом деле дорога. И, скорее всего, я в этом почти уверен, что он в ближайших каких-то местах от своего дома искал свои грибы, вышел обратно на дорогу, а просто повернул не направо, как ему надо было повернуть, а повернул в противоположную сторону. И шел, 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 и ушел туда. Скорее всего, было так. Хотя, конечно, подтвердить это уже никто никогда ничем не сможет. Можно дальше? И еще дальше. Соответственно, что обычно... Мы начали думать, почему так происходит, как свести плеском спасательной операции к какой-то большей результативности и эффективности. То есть, есть у нас такая поговорка, лучшая спасательная операция – та, которая не состоялась. Соответственно, что мы можем придумать, чтобы это предотвратить, какие профилактические методы возможны. Есть такой лесной массив рядом с Казанией, это называется Казенный лес. Может быть, многие знают, о чем я говорю. Ну, в общем, это район Семиозерки, поселка Озерный, вот, если кто-то себе представляет. Это прямо к северу от поселка Северный. Северный оргсинтез, короче. Ну, в общем, да. Вот это его фрагмент на карте местности. Что мы там видим? Вот кто что там видит? Один сплошной лес. Практически, да. Да, я лично вижу почти один сплошной лес. Я знаю, какие-то люди с правильными слоями. Ну, там это уже поселок Озерный, собственно, вот в правой части. Слева, видимо, очевидна какая-то дорога. А теперь можно пролистнуть дальше и понять, как картинка выглядит на самом деле. А на самом деле дорог там вот сколько. И это даже еще далеко не все. То есть, этот лес с нами целенаправленно был исследован, чтобы понять, что он из себя представляет. Тоже, кстати, такой пермудский треугольник, капкан для потерявшихся. Там случаи пропажи весьма чисты. Очевидно, вот, глядя сюда, что? По дороге можно ходить. Да, то есть, вот в этом во всем взрыве на фабрике велосипедных цепей, как я его окрестил, можно было ждать очень-очень долго. И на секундочку, вот, где... То есть, квадраты видят, например, по какому принципу формируются. Ну, треки, образующие квадрат, например. Это, собственно, лес, поделенный на кросики. Вот этот квадрат, это 800 на 800 метров. А это, на секундочку, очень немало. Особенно, если человек находится в состоянии паники и у него там уже километр за 10, кажется. Дальше, пожалуйста. То есть, да, часто не проблема выйти на какую-то дорогу. А вот проблема, если у человека нет ни карты, ни компаса, ни навигатора, а дальше в чем? То есть, куда дальше идти по ней? Итак, мы пришли к идее установки указателей в лесу, а ниже стрелки, в наиболее, в первую очередь, проблемных районах Татарстана. Точнее, пришли не мы. В Петербурге есть добровольный поисково-спасательный отряд «Экстрел», который в России первым завел такую практику и ввел эту программу к действию. Ну, собственно, вот так это выглядит. То, что выглядит у нас в лесу. Микрофон дать? Я могу. Или подержать. Смотрите, это то, что мы вешаем на деревьях, это то, что располагается под деревом в качестве напоминающей такой таблички, что делать в случае, если вдруг с вами что-то случилось, а вы вышли на этот объект и идти дальше не можете. Понятно, что если для вас эти 3 километра, это вот прогуляция, я просто расстояние тут забыл, это классно. А если эти 3 километра вам нужно доползти и тому подобное, то лучше остаться под этой табличкой, да, позвонить в 112 и назвать, собственно, что вы находитесь в номер такой-то, прошу прислать мне помощь. У службы 112 есть координаты этих стрелок, ну и, соответственно, если вы не будете никуда трогаться с этого места, вас очень быстро найдут и очень быстро вывезут в этой зону. Бесплатное такси. Да, бесплатное такси практически. Которым единственное, что в случае ненадобности пользоваться не стоит все-таки. Ну, я уже говорил про то, что лично я считаю поход в лес достаточно ответственным мероприятием, к которому и относиться надо соответствующе. То есть взрослый человек темой отличается от невзрослого, что ответственность за свои действия все-таки берет. и понимает, что сперва нужно какой-то метод освоить, а потом уже что-то делать. Можно дальше? Ну вот, собственно, мы, я, Алена, вот еще коллеги Николай и Надежда сидят, являемся членами общественно-регионального спасательного отряда, и наше подразделение «Стрелки. Выход из леса» существует в рамках общественно-регионального спасательного отряда. Ну вот, это, собственно, то, что мы уже успели показать, продемонстрировать. Вот так это выглядит, так это выглядело на компьютере, когда мы все это создавали, и так это, соответственно, выглядит в лесу на проблемных каких-то развилках, точках пересечений, понятных линейных ориентирах и так далее. А, да, кстати, можно вернуть назад. Вот все, так сказать, видят, наверное, три кружка на информационной табличке, вот внизу видны. Если приглядеться к самому крайнему правому из этих трех кружков, то никто не узнает этот логотип, на чем он похож. А вот можно же приблизить. Ну, на самом деле, это логотип МЧС. Дальше, Вера, можно? Собственно, к чему я ему упомянул? К тому, что мы, так сказать, существуем не просто сами по себе и не просто так, а мы с МЧС сотрудничаем официально. И все данные, расстановленные нами в указателях, передаются им. Передаются координаты стрелок. У них похожая вот картинка, которая есть на экране. Есть треки, как либо дойти, либо доехать до данной конкретной стрелки. То есть, в случае чего МЧС действительно может конкретному указателю добраться, доехать и помочь человеку, который даже выйдет, но указатель выйти не может. Ну, а на информационной табличке написано, кому и куда звонить, на какие номера. И несколько подтверждений того, что наш проект работает, уже было. Сколько было, Ален, случаев? Закрошенный год, порядка десятка звонков. Единственное, что это звонки были, а подскажите, куда выйти? Ну, потому что граждане не совсем уверены, да, в направлении как-то были. Был звонок в скорую, потому что кому-то стало плохо, он дошел в вас трех. Был звонок в полицию, что-то там было связано с не совсем адекватными гражданами. Пока больше информации, в общем-то, по-видимому. Потому что у них статистико ведется уже порядка семи лет. У них в тех местах, где установлены данные указатели, очень в разное снизу. То количество поездов, на которые туда, собственно говоря, выезжают. Они тоже подбирали зоны тех местных местностей, где чаще всего люди пропадали. А как об этом узнавали? Собственно, если человек пропал в этой зоне, вызов пришел на поиски. Выбрали те места, где чаще всего были поиски, и там расставили эти указатели. За последние несколько лет там разы это все изнизилось. Иногда в эту зону уже вообще не бывает вызов, потому что люди ориентируются, люди пользуются этим. Но в Питере это уже дольше этот проект, поэтому многие граждане о нем знают. Между стрелками расстояние, здесь утрировано, да, 3 километра, но чаще всего это небольшие расстояния до 1,5-2 километров, чтобы люди могли по этому ориентиру реально туда так лететь. Да, у нас проект стартовал в конце лета прошлого года, на самом деле. Увидев первые результаты, естественно, мы были воодушевлены, поняли, что все не зря делается, надо продолжать. Вот это, кстати, наш самый первый указатель. В таком составе мы ездили его вставить. Памятные для нас фотографии. Ну, можно дальше. Вот, как это происходит? На самом деле это, переводя разговор немножко в более позитивную, что ли, плоскость, на самом деле это тоже своего рода там экшн-приключения, движуха какая-то. То есть, можно увидеть, что мы, например, на лыжах зимой ездим на установку. Можно увидеть лазанье в моем, там, в левом нижнем углу по дереву с применением альпинистского снаряжения. Ну, женский пол обычно занимается всякими околохудожественными работами, типа порезки вот этих вот наклеек, раскрашивание маркером, соответственно, надписи по трафарету. Ну, то есть, всем не то, что прям совсем прикольно, но интересно, с пользой проведенное какое-то время. Так сказать, не потраченное впустую. Можно дальше еще, пожалуйста. Есть спеллер туризма, а есть стрелка туризма. Ну, да, типа. Ну, вот иногда это с привлечением джиперов, оффроудеров происходит. Форсируем всяческие, так сказать, лесные неприятности, типа ложь. Последний раз у этого Озика кардан сломали. Да, утром. На средней фотке сверху, кстати, инспекция стрелок, потому что надо же иногда и проверять еще, что с ними происходит. Правая фотка снизу – это то, как они в камере красятся от нанесения порошковой краски на металл. Вверх. Следующий, знаете. Ну, продолжение, собственно, иллюстрации к тому, что это достаточно интересно. Вот на велосипеде это я как раз занимаюсь разведкой того лесного массива. На котором все мы увидели кучу вот этих вот треков. Джипы, прорывающиеся сквозь завалы. Ну, и там, довольны мы, что что-то там не зря сделали. Не просто так время потратили. Ну, так сказать, через какое-то время про нас стали писать, нами стали интересоваться. Ссылки можно там потом будет найти в наших сообществах ВКонтакте и в Инстаграме, в Фейсбуке, если вам это интересно. И совсем мы воодушевились, когда наш проект был признан одним из победителей конкурса фонда президентских грантов. Это случилось под занавес прошлого 2017 года. Соответственно, эти деньги пошли на производство 150 стрелок, 150 табличек навигационного и прочего оборудования и так далее. И вот именно эту программу у нас есть цель и реализовать за грядущий теплый сезон. Дальше, пожалуйста. Да, и это я все к тому, что welcome, блевайтесь, если кто заинтересовался. У нас есть анкеты, на которые можно попасть через наш сообщество в соцсетях. Собственно, там указано, какое участие, может быть, полезно проекту, можно дальше вернуть. То есть, чем может помочь на самом деле каждый? Может, лично с нами ездить и ставить. Может, если на это время и нет, транспортировать бешеную группу на автомобиле до точки входа в лес. То есть, если кто-то активно ходит по лесу и любит писать треки, как он там ходил по дорогам, то это тоже нужная информация по причине, я так думаю, понятно какой. То есть, это разведка местности под последующие развешивания указателей. И можно, наконец, инспектировать все то, что мы навешали. То есть, естественно, мы в этом случае вручаем карту с координатами и с прочими необходимыми вещами. А в спортивных целях вы можете на лыжах, на велосипедах, пешком как угодно обойти. И сказать, все ли хорошо с данным конкретным указателем или нет. Часто потому, что в информационную табличку, например, под стрелкой, я не понимаю почему, но очень ее любят отдирать. Зачем она кому-то нужна, я не знаю. На память? Саму стрелку очень любят стрелять в пневматике. Видимо, классная цель присутствует. Ну да, может какой-нибудь охотник, разозлившийся от того, что зверь от него сбежал, решил пар выпустить таким образом. Ну, у нас таких скучек пока справедливости ради немного, а вот в Питере фотки покореженных изувеченных указателей – это распространенное явление. К сожалению, дальше можно? Это тот, кто нас уже поддерживает из различных организаций. Тут много джиперских всяких логотипов есть. Есть логотипки на фестивале южи тоже. Вообще, надо сказать, что любители кататься на внедорожниках по всякому сложному рельефу нас поддержали прям вообще с энтузиазмом, и за это мы им очень признательны и благодарны. Вот они уже нас вот сейчас уже спрашивают, когда, когда выезд, когда, когда, там, давайте мы вам поможем. Ну, мы говорим, пока, извините, никогда, потому что еще снег не сошел, теплый сезон достанет, помощь будет актуальна. А сейчас пока преждевременно. Это, собственно, то, как нас найти, поэтому, если кто-то заинтересовался, может это зафоткать, записать, запомнить и так далее. В этих, во всех сообществах есть ссылка на анкеты волонтеров, есть о чем-то производимых нами действиях, фотоматериалы, освещение в прессе, подсказка, с чего начать, если вы хотите нам помочь, но не очень понимаете как. И всегда нам по каждому вопросу, естественно, можно написать, спросить. На обратную связь мы выходим достаточно быстро. Ну и, по-моему, следующий слайд, да, называется «Спасибо за поговорить». Спасибо за поговорение.